Здравствуйте, дорогие друзья! Это будет любовный прогноз на февраль. В этот раз я решила немножечко поэкспериментировать и сделать чуть-чуть по-другому. Для каждого знака будет два основных расклада для людей, кто в отношениях, парных, в браке, постоянно встречаетесь, вместе живете, в гражданском браке, неважно. И другой расклад для тех, кто свободен в поиске, подходящий лет и месяц, будет ли возможность познакомиться и так далее. Так, и мы переходим к девам. Я приветствую вас, девы. Так, смотрим сначала для дев семейных, кто в отношениях, в браке, постоянно встречается. Так, где вы? Так, сам человек знака девы. Те, кто в паре, я имею в виду. Ваша роль, ваше состояние в феврале, ваше настроение в отношениях. Что же такое это, пятерка Пентакли? Чем-то вы расстроены будете, что-то вас очень тревожит, беспокоит. По пятерке Пентакли очень часто люди волнуются и тревожатся по поводу своего здоровья, здоровья близких, материального положения. То есть, есть какие-то вот такие вот тревоги и переживания, часто забудущее, часто, а как мы там что-то вот неважно сделаем, да что ж такое-то тыры-пыры, какое-то вот такое сетование. В общем, что-то немножечко девы, вот как-то так. Сейчас посмотрим, что там партнер делает, будет делать в феврале. Вторая половинка у девы. Настроение, роль. Что партнер девы? Тройка Пентакли. Да вроде бы человек, не знаю, как бы такой конструктивный, спокойный, работящий. Что-то вас волнует девы, что-то вас тревожит и беспокоит. Либо еще, не исключено по этой карте девы, что вы можете хотеть чего-то в феврале, да, от своих отношений, от каких-то дел домашних, семейных, да, которые, например, я хочу этого, но в данный момент это вот мне не по карману, я не могу это, блин, это так сложно, но вот хочется, и я за это вот переживаю, я волнуюсь все время. То есть я бы не сказала, что партнер, не похоже, что дает повод, это что-то вот, вроде как партнер, ну я имею в виду, постоянный партнер у кого, естественно, мы рассматриваем постоянные отношения. Не когда люди две недели встречались, мы все-таки рассматриваем, люди живут вместе, в браке вместе. Тройка Пентакли – хорошая карта на человека. Поэтому я затрудняюсь сказать, что вас так волнует и почему вы так… Вам так трудно увидеть возможности, как воплотить какие-то вещи в жизни. Странно. Ну ладно. Так, нет, у меня мысль появилась, ладно. Между вами. Между вами. Вы мысли, которые у меня появляются, они, конечно, у меня появляются, но я не хочу обидеть других людей, к которым это не относится, то, что мне пришло в голову, потому что далеко не все так делают, понимаете? Так, между вами, что между вами, между вами, учитывая вот все вот это, какие отношения у вас, да все у вас на местах, все прекрасно, все ровно, то есть достаток, спокойствие, комфорт, все на местах, я не знаю, что с вами такое. Это может быть внутреннее состояние, может быть, что-то вас беспокоит совсем другое. Карты криво, что ли, боже, что ты мой, я все даже не вижу, простите. Совет вам, дорогие девы. Для меня вот, если я сейчас бы вот это не видела, да, для меня вот это вот замечательные карты, то есть вот сейчас я не знаю, как, например, дева себя чувствует, это я не вижу этого. Партнер работает, старается, да, зарабатывает деньги, делает какие-то дела, вроде бы вкладывается и развивает отношения, ну, то есть вкладывается в отношения, ну, не знаю, ну, совершенно вот такой вот последовательный, конструктивный человек. Дома, дом полная чаша, все есть, отношения стабильные, ровные, может быть, вас что-то другое совсем не устраивает, не знаю, что у вас там, по работе, может, у вас что-то, а вы это проецируете и начинаете и домом. Так, совет, где вам совет? Нужен совет, где вам справедливость? Справедливость это всегда, во-первых, объективность, понимаете? В пятерком Пентакли часто бывает картой вот таких вот тревог, ой, а что если там и начинаем мы там на себе, ну, себя, в общем, накручивать, начинаем думать что-то, начинаем переживать за то, что еще не произошло. И, может быть, никогда не произойдет, но мы уже начинаем этого бояться заранее. Вот справедливость говорит о том, вы себя, во-первых, надо уравновесить, успокоить, да, и смотреть на ситуацию, на ваши отношения объективно, трезво, даже лишний раз без эмоций неплохо. То есть, посмотреть, работает, не пьет, делает, и все, старается, вот и хорошо. То есть, надо уметь смотреть объективно на ситуацию. И внутренний, конечно, баланс вам просто необходим. На дне колоды влюбленные. Я думаю, это решение какое-то, которое вы должны принять для себя. Но принять его без лишних даже эмоций, я бы сказала, взвесив все за и против. Что-то здесь с вами. Ну, как. По крайней мере, так мои карты показывают. Может, неправда показывают. Поработайте над собой, дорогие девы. Чтобы у вас была, ну, как бы, какая-то гармония в душе обоцарилась все-таки. Так, я вам желаю удачи, чтобы все было благополучно у вас в этом месяце. И не только в этом. Так, и мы теперь посмотрим свободных дев, которые в поиске, которые хотят любви и отношений. Хотят устроить свою личную жизнь. Мужчины и женщины. Так, встретится ли вам подходящий кандидат, кандидатура, кандидатка? Возможно, рыцарь Пентакли. Вообще, это человек. Вообще, да. То есть, ответ – да. Вам может встретиться человек. Я не буду говорить, что это будет. А то сейчас я вам пригвоздю. Это, что обязательно, земного знака. Совершенно не обязательно. Вполне реальный, настоящий, живой, из плоти. Такого-то Пентакли. Это земля, да, это тело. То есть, человек вполне реальный. Так, что вам посоветуют? Что вам посоветуют? Шестерка чаш. Во-первых, знаете, всегда хорошо, когда вы особенно свободны, когда вы в поиске. Всегда хорошо мечтать. Всегда хорошо думать. Всегда хорошо, ну как бы, формировать намерение свое. И думать позитивно. Вам самим тоже надо всячески стремиться к новому знакомству. А если человек появится, во-первых, самим надо стараться и стремиться. Но не неистово, а вот, ну, как бы, знаете, быть открытым душой для этого. А если человек встретится, то проявить, ну, как бы, показать, что вы заинтересованы, что этот человек вам симпатичен, интересен. То есть, вот это общение поддерживать. Такое вот невинное, милое. Быть самим немножечко как-то помягче, что ли, да. То есть, не бояться даже показаться слабыми, даже если вы мужчина. Немножко, то есть, вот такой вот душевности, нежности, простоты. Проще, будь проще, где люди потянутся, шестерка чаш. Ну, где-то да, где-то да. Вот такая вот простота, наивность, открытость. Она же всегда обезоруживает, правильно? Она всегда вызывает симпатию, как вот детки, когда они непосредственные. На дне колоды тройка чаш. Тоже карта знакомства, радости, свиданий и увлечения, праздников и встреч. Так что, дорогие девы, я вам желаю прекрасного февраля. Развлекайтесь, наслаждайтесь, устраивайте свою жизнь личную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова